Привет всем! Недавно в интернете попал список неисправностей иномарок, с которыми сталкивались владельцы ряда распространенных моделей Москвы и Санкт-Петербурга. С такой статистикой на основе своей внутренней статистики делится онлайн-сервис Carvix «Записи автомобилей на обслуживание и ремонт». Знание такой статистики прежде всего полезно для тех, кто собирается купить поддержанную иномарок. Чтоб знать, на что, нужно в первую очередь обращать внимание при покупке той или иной марки автомобиля. По данным компании владельцы автомобилей Volkswagen Polo и отдельных моделей Skoda при пробеге в свыше 40 000 км чаще всего обращаются в сервис по поводу неисправности коробки передач DSG и сцепления. А у Ford Focus при таком же пробеге может порохлить бензонасос. А у Hyundai Solaris и Kia Rio при пробеге в 30 000 км появляются проблемы со ступичными подшипниками. У Nissan Tiana после 60 000 км пробега наблюдаются проблемы с вариатором. А у Toyota Camry после 80 000 км выходили из строя насос в системе охлаждения. Владельцы Chevrolet, пробег которых превышает 30 000-40 000 км часто обращались в сервис с необходимостью заменить стоек стабилизатора, чуть реже амортизаторов. У Opel Astra после 40 000-60 000 км порохлил термостат, а у ряда моделей Mitsubishi при таком же пробеге наблюдались неисправности рулевых рейк. Все эти неполадки вовсе не означают, что тайнеры проблемы испытывают все выше названия машины. Как мы знаем, очень важно, где и кем машина эксплуатировалась. Также в машинах, которые чаще всего ходят по городу или по трассе, возникают разные проблемы. Так что, друзья, если вы собираетесь купить новый или поддержанный автомобиль, читайте отзывы в интернете на желаемую марку. Но также имейте в виду, неломающая машина не существует. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...